Приветствую дорогие друзья! Сегодня решил сделать небольшое видео по поводу вывода денег с биржи Binance. То есть вывода намайненных эфиров, эфир классик, рейв коинов, то есть практически чего угодно, что вы сюда закинули, все что вам сюда намайнилось на кошельки, каким образом это вывести. В моем случае это пришел транш 0.005 эфира с пула 2майнерс именно в эфире. Что я сразу сделал, обменял по текущему курсу на USDT. Именно USDT мы будем выводить. Как по мне это самый простой, самый адекватный способ, как можно вывести и особенно с учетом того, что не нужно проходить верификацию. Если производить обмен того же эфира на допустим рубли, гривны, USD, то есть собственно доллары, на евро, на что угодно и выводить напрямую на карту, ну да, это будет быстрее, но там требуется верификация, как собственно и на многих биржах. Поэтому мы будем выводить USDT. Собственно обменял я эфир на USDT, получилось 90 USDT, то есть 90 долларов. К тому же у меня на счету еще были немножко USDT. Итого получается 417 USDT, но я выводить буду немножко меньше. И собственно справа нажимаю кнопку вывод. Открывается вот такое окошко и справа внизу я выбираю Tron TRX, то есть TRC20. Сеть TRC20. Почему она? Потому что там самая меньшая собственно комиссия. Там 1 USDT всего лишь комиссия. В отличие от того же эфириума, то есть ERC20, там 1400 рублей придется заплатить комиссии. В данном случае комиссия выйдет всего лишь 74 рубля. Указываю сумму необходимую. В моем случае это будет 411 USDT. Почему? Потому что сумма будет на 1 доллар меньше выведена. Поэтому вот внизу написано вы получите 410. Дальше я перехожу на сайт bestchange.ru.com. Какой у вас откроется, такой открываете. Выбираю слева TRC20 USDT. И справа выбираю банк, на который собственно мне нужно. В моем случае это Альфа-банк. И здесь в списке выбираю самый минимум, который мне сейчас подходит. В данном случае это вот этот обменник. От 50 USDT он выводит и он мне подходит. К сожалению, все, которые выше, мне не подходят. Потому что там минималка меньше. Там 500, 600, USDT, 700 и так далее. Самый выгодный курс от 1000, как вы видите на самом верху. Но мне подходит вот этот. Поэтому я его выбираю. А это никакая не реклама. Это рандомный собственно выбор. Можно было выбрать любой подходящий другой. Указываю сумму 410 USDT. Убеждаю, что здесь выставлено TRC20. Именно TRON TRC20. Нажимаю кнопку начать обмен. Открывается новое окошко. Где слева необходимо ввести ящик. Справа ввести необходимую карту. Номер карты. Именно номер карты. Не номер счета банковского. А именно номер карты. Дальше открывается вот такое окошко. Для подтверждения создания заявки необходимо выполнить следующее действие. Оплатить на вот этот кошелек вот такую сумму. И получу я вот это вот. Копирую собственно кошелек, на который необходимо оплатить. И вставляю в самом верху адрес получателя USDT. Убеждаю, что сумма соответствует тому, что нужно. Сеть соответствует тому, что нужно. И открываю отправить. Собственно два подтверждения теперь необходимо. На номер телефона и на email. Ввожу коды с номера телефона и с email. Нажимаю отправить. Буквально несколько секунд ожидания и все. Запрос на вывод средств отправлен. Нажимаю просмотр и вот она собственно транзакция. Она в процессе идет. Занимает транзакция обычно минут 5-10, не более. Перехожу на вкладку обменника и нажимаю кнопку я оплатил. На других обменниках плюс-минус всегда так же. Заявка в обработке. Мы ожидаем поступления вашего перевода. Отправляем средства сразу же по его получению. И собственно минут на 10 я пошел делать бутерброды и чаек. Потому что сидеть, наблюдать и переживать дойдет перевод или не дойдет. Отклонят его или не отклонят. Я не хочу. Но собственно по моему опыту такого никогда не было. Всегда все приходит со всех обменников. И собственно через 10 минут, когда я вернулся, вылетело сообщение обмен завершен. И тут сразу же получилось сообщение с интернет банкинга о зачислении средств. В общем, ребят, как-то так. Ничего сложного здесь нет. Занимает все это дела от силы минут 10. И из них минут 8 это как раз таки ожидание подтверждения заявки, подтверждения перевода. Если видео было для вас полезным, либо интересным, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал и напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как вы переводите деньги. Как вы их выводите из бинанса. Если есть какие-то более интересные варианты. Без возможно комиссии вообще. В данном случае я, к примеру, на комиссии потерял примерно около 400 рублей. И то только потому, что минималка у меня была меньше, чем те обменники, которые были выше. То есть было бы у меня 500-600 долларов USDT на счету. Я бы выбрал обменники с более высоким курсом. И потери на комиссии, естественно, были бы меньше. Но ждать накопления этих денег мне сейчас ни к чему. Потому что я знаю, куда их можно инвестировать более выгодно. В общем, ребят, как-то так. Если видео было для вас полезным, либо интересным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вы, короче, знаете, что делать. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.